всем привет к нам сегодня должна была приехать свекровь со своей сестрой но автобус не пустили потому что на трассе гололед нас опять плюс 3 градуса на улице все тает снизу лед сверху лучше вот так вот я готовлю кушать пусть уйдет готовлю кушать у меня только красные глаза вот и сегодня хочу выбить для себя время сделать ногти коли не работает потому что у них выходные с 23 ну вот в понедельник выйдет только на работу пупсик уйти и у меня не особо много времени чтобы переделать свои ногти в тем более вчера мы ходили в кино потом убирались вот так надо еще чистить котел не знаю когда он будет это делать сейчас хорошо кстати сильно не надо топить потому что на улице тепло и дома тоже нормально сейчас приготовлю буду звонить фаине узнавать что он там делает завтра мы уже в деревню поедем переночуем и воскресенье домой вместе с ней у нас время уже 6 часов я только закончила делать ногти три часа наверное если не больше и сидела потому что решила белым лаком но сейчас поближе покажу а он оказался очень сложным потому что везде затекает его не вычистишь никак чем не закончился обезжириватель вот сидела на три слоя наверное прокрашивала устала спина вот такие получились не аккуратно некоторые ногти ну говорю затекает по бокам смоется я думаю будет получше смотрите что у нас на улице творится все весь снег черный ужас не эти наклейки до сих пор тут но я не буду их убирать потому что я выкинула пленку потом может сниму их тогда выкину уже и все как пусть они не мешают я решила сделать пирог с ягодами на вечер чай попить давно я не делала сладких пирогов что-то вот захотелось резко потому что буду делать вам покажу чем не получилось наверное а то как прошлый раз я пироги не очень умею делать пышными именно они у меня получаются такие пропитанный соком ягод или яблок как я обычно делаю пирог с яблоками или с вареньем они пропитанные получается но не пышные не могу я пышные сделать но может в этот раз получится сейчас выглядит очень даже привлекательно заливной пирог да он называется когда тесто такое как сметана но я это называю шарлотка мне все шарлотка хоть ягодами но здесь у меня малина смородина и яблоки не знающие не пробовала только достала он прям горячий вроде не сильно зажарила духовка у меня неравномерный печет с этой стороны посветлее маленько потому что приходится переворачивать на другую сторону чтобы более менее равномерно все пропеклось не знаю почему раньше такой проблемы вроде не было ну вот последнее время с одной стороны сильнее поджаривает как вы думаете куда я могу ночью пойти конечно же на озон они ночью извиняюсь 7 часов вечера 8 час у нас идет дождь мелкий моросит сестра заказала фаине на день рождения платьишко рюкзачок другая сестра тоже платьишко но вот платьишко пришло второе платьишко и рюкзачок придут только после февраля поэтому я сейчас одно пойду заберу а то мы завтра уедем и не успею вот знаете говорят же сотрудники мал береза зона знают что мы заказываем у них все это высвечивается потому что я стою она выдает грит все одно платье быть тут кофта детская лежит нет они все видят в компьютере поэтому анонимности нигде нету даже если вам вы что-то закажете в непрозрачной упаковке там укажет продавец все равно в компьютере наименование все это есть да я думаю вы уже без меня это знаете при домой покажу такой вот платьишко симпатичная но я попросила чтобы с рукавом в садик можно было ходить колина мама тоже вещи привезет потому что фаины в принципе все есть вот я сказала дарите вещи в садик у нас сейчас положение так себе поэтому а в садик скоро мы пойдем вот так вот футболки у нас есть я вам покажу потом я буду перестирывать новые их потом буду перестирывать переглаживать к садику в общем готовить нас опять снегом завалила все мы поехали на вокзал сегодня минус 5 градусов ну на улице нормально в принципе да вот кто нас встречает первым делом все улетел кузя 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 все шерсть как-то поскаталась или чё как барашек лазит по дворам ворует мясо кости чем еще дел наш дом родительский кузя пойдем это ну кошмар синя минус 5 а все равно с крыши копыт пускай 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 всех любит всех встречает вот это дерево не пилят второе дерево вот нужно было сприть поэтому мы приехали но и заодно фаину забрать оно большое мешает уже как бы старое ну чё такое мама куська куська Ой, Фаин, смотри, дерево упало. Ну, сейчас баба придёт, чай попьём и пойдём на улицу. Пили отцу в подарок на 23 февраля термос вот такой вот. Я залила кипяток, надо проверить, сколько он держит. Взяли в пятёрочке. Может, кто брал, скажите, нормальный, нет. Пыталась найти отзывы, что-то я не нашла. Там было три таких расцветки. Красный, зелёный и тёмно-зелёный или синий, я не помню. Фаин, сядь ровно! Пойдём за лимонадом и мороженым. Всё, собаки начали. Кузька сейчас всех будет бегать и раздражать. Противный такой, не загонишь его. Бабушка взяла лопатку. 55 рублей. Ой, на голову-то не кидай. Фаин, не трогай ничего там руками. Там камень, наверное, лежит. В деревне-то нету лопатки. Это дома у нас есть. Иди вот сюда подальше. Иди вот сюда подальше. Мне и так видно. Снимай. А он что делает? Ты в баку от меня плавишь. Видишь, что? Скоро уже сколько подлетим. Видишь, что? Фаин, видишь дятю? Ты что, не видишь дятого, что ли? У неё голова в другую сторону. Твой знакомый дятел. Мы же его смотрим каждый день, да? Почему каждый день вы его смотрите? Вон уже толк валит. Скоро все толки повалят. Ага, дятла, да? Сегодня у нас холодно уже. Минус одиннадцать. Сегодня была самая ужасная ночь. Как вы поняли, я уже в городе. Мы в одиннадцать часов вечера начала готовиться корова к котёлу. Надеюсь, меня слышно, а то ветер. Ну, родители плохо спали, потому что нужно было наблюдать. А у Фаины в шесть утра я проснулась от того, что у Фаины началась температура. Была температура тридцать восемь или около того градусника электронной. Показывает с погрешностью. У нас с собой не было лекарства. Мы начали её натирать там самогонкой. Отец какие-то свои настойки там достал. Вроде уснула. Немного остыла. Утром мама будет Колю. Пойдём помогать. Там сосед ещё пришёл. Ветврач пришёл. Не могли они вытянуть телка, потому что он пошёл ногами вперёд. И был очень крупный. К обеду только вытянули. Вытянули тросом. Руками не получилось. Хотя столько человек было. Конечно, больше двенадцати часов, наверное, прошло. Он, наверное, просто задохнулся и всё. Ничего с ним не сделать. У Коли ночью ещё сломался телефон. Хотя мы за него выплатили только осенью. Мы его брали в рассрочку на Вайлдберрис. Он был абсолютно новый. Сломался телефон. Перезагружается. Даже на главный экран не выходит. В общем, вот такие дела. Неудача за неудачей. И всё в один день навалилось. Я иду в аптеку Фаини за лекарствами. У нас дома остался парацетамол. Вот нужно купить нурофен, если он будет. Его нету в последнее время. И от кашля. Фаини взяла пластилин в фикс прайсе. Сюда переложила. Четыре штучки открыла. И чтобы он... Если засохнет, я достану остальное. Температура у неё... Спала вопит немного. Часок, наверное. Взяла и вупрофен детский. И мукалтин. Потому что кашляет. Ну, если завтра хуже будет, вызовем врача, да? Рассказываю, в общем, почему у меня вчера не вышло видео. Но я писала об этом пост в сообществе, если вы видели, что видео не будет, переносится. Мы вчера очень сильно перенервничали. Все. Потому что Фаина болеет. У неё кашель. Температура. Ну, я рассказывала вчера. И... У Коли сломался телефон. Сломался телефон. Телефону год. Всего лишь год. Он был новый. Мы его заказывали, брали в рассрочку. Осенью только выплатили. Брали рассрочку на год. И он просто перезагружается, не выходит на главный экран. Он попробовал... У него раньше айфон был. Седьмой. Как у меня. Он попробовал через Фаинин. Там не мог долго вспомнить аккаунт. Там много всего надо вводить. И так все на нервах. В общем, не мог там скачать никакие приложения. Ну, вспомнил свой iCloud. А в App Store там почему-то высвечивался iCloud моей мамы. Потому что это был её телефон. Вот этот вот, с которым Фаина ходила. Но она им не пользовалась. Только зарегистрировалась. И всё. Она не смогла разобраться. Ей сестра его присылала. Моя сестра. Кушай, кушай. В общем, мы были на нервах. Мне было не до видео. Я не стала монтировать. Потому что Фаина психовала весь день. Сегодня тоже она психует. Я не знаю, когда она успела, где она успела вообще заразиться. Завтра у неё день рождения. Мы день рождения отменили. Мы хотели днём со взрослыми, родственниками, вечером собраться с молодыми. там с сёстрами и так далее. Но мы всё отменили, потому что детские в этом месяце никому не пришли. Возьми полотенчик, вытри сзади тебя. Детские никому не пришли, ни у кого денег нету. И плюс к тому, Фаина болеет. Я не хочу, чтобы она заразила других детей, потому что сёстры мои бы пришли с детьми. Мало того, чтобы она заразила детей, она бы заразила ещё бы и всех остальных. Поэтому завтра приедет только свекровь. Мои родители, если приедут, вообще неизвестно. потому что корова очень долго не могла разродиться. И она вчера вообще не вставала. Корова уже старая, как бы хорошая. Не вставало, её трясло. В общем, не могла клемматься сегодня. Я ещё не спрашивала, что там у них. Потому что они были как бы на такой, знаете, как сказать. В общем, если что, сразу резать. Потому что если она умрёт, то это уже всё будет. Сейчас я попью чай. Фаина уже попила чай, она уже кашу сидит, ест. А я ещё не пила. Вот попью чай, буду убираться. Вообще, я хотела сегодня сходить в МФЦ, подать на переоформление детских пособий и сходить за флюорографией. Но потом я вспомнила, что мне нужно убраться. У нас, кстати, дом это нормально, мы же убирались вот на днях. Но всё равно нужно маленько дом привести в порядок. и вечером нужно будет идти в магазин. Придёт Коля, идём в магазин брать продукты. Может быть, даже с вечера я начну что-то готовить. Ну, знаете, там, заготовки заранее там отварить, что-нибудь. А завтра утром буду уже готовить. Готовить много не буду, потому что людей немного будет. Продолжение следует... Продолжение следует...